Друзья, зама Шойгу Тимура Иванова, возможно, подозревает государственные изменения. Обвинение во взятке фактически является прикрытием для публики. Более того, появилась информация, что РоссМИ, российские силовики взялись за зама Шойгу после спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. Далее, аналитики считают, что за арестом зама Шойгу стоит лично Патрушев. Силовики крайне раздражала независимая игра незаменимого вечного министра Сергея Шойгу, поэтому Патрушев сделал, как говорится, ход конем и объявил войну клану Ковальчук-Тимченко-Шойгу. Путин будет наблюдать за развернувшейся войной сверху, пишет Тарас Березовец. Друг Пескова, кошелек Шойгу и самый богатый силовик, куратор строительства Минобороны и любитель отдыхать в Куршавеле и Сент-Тропе. Арестован зам Шойгу Тимур Иванов. И тут несколько вопросов. Во-первых, означает ли это, что Иванова задержали как назидание другим? Или копают под Шойгу? Почему Иванова арестовали именно сейчас? Может ли стоять за атакой на Шойгу Николай Патрушев? Сохранит ли Шойгу должность в новом правительстве? Все это мы обсудим с Сергеем Жирновым, бывшим сотрудником КГБ и внешней разведки. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша. И приветствуем нашим зрителям. Ну, самый главный вопрос, безусловно, как вы считаете, стоит ли за арестом зама Шойгу Тимура Иванова Николай Патрушев? И связано ли это с борьбой клану Ковальчука Тимченко-Шойгу? Как вы считаете? Это, конечно, внутренняя кремлевская разборка пауков, но я думаю, что за ней стоит еще что-то большее в том смысле, что режим на самом деле путинский очень плохо управляется в том смысле, что он воспроизводит Советский Союз. В Советском Союзе был застой. Вот помните Брежневский застой. Ну, вы, конечно, ничего помнить не можете, но вы где-нибудь это читали, наверняка такое слово «застой». Вот. Застой – это когда? Когда одни и те же люди, вот, значит, старенькие пердуны, сидят, наворовались. Вот, смотрите, там нет ни одного молодого лица. Да, вот во всем, что вы показали. Там все к 70 или за 70. Вот. И в определенное время это начинает раздражать всех остальных, потому что они тоже хотят вот так вот жить, как этот самый Тимур Иванов. Вот. А Путин им всем все это испортил. Вот. И они начинают, значит, внутреннюю борьбу. И в этом логика абсолютно есть. Причем это не зависит абсолютно ни от Шойгу, ни от Путина, ни от кого. Это логика любого режима, в котором происходит застой, в котором просто там молодежь подпирает и говорит, хватит уже, наворовались, идите на пенсию, старперы, дайте нам теперь поворовать. Вот у них у всех подросли сыновья, у них у некоторых даже уже там внуки подросли, а они все сидят-сидят. Вот. И поэтому, на самом деле, я так думаю, что, конечно, ими манипулируют люди более молодые, потому что более молодые люди, им вообще надоело все это Кремлевское паритбюро. Потому что это вот как прибрежные. Там же ведь самое главное, когда нет социальных лифтов, когда, грубо говоря, молодежь, которая сейчас 30-40 лет, они смотрят на них и говорят, ё-моё, это значит, им всем по 70, а нам сейчас 40, это мы чего должны еще 30 лет ждать, пока вот наша очередь придет туда сесть и руководить. И это нас не устраивает, нам сегодня надо, потому что, больше того, это же все ускорилось значительно теперь, потому что мы живем в третьем тысячелетии, Тик-Ток там какой-нибудь, я не знаю, интернет, мобильники у всех. И все хотят, чтобы это все быстро, да, они смотрят и говорят, ух ты, а на Рублевке-то все застроено, да, и в Красногорске-то все застроено, и все, и теперь вот купить там ничего нельзя, потому что они все там сидят, они вот и зубами держатся за свои дворцы, а мы тоже хотим дворцы, там же хотим, вот в их дворцы въехать. А они сидят и не дают нам ничего это делать, и все. И вот началась эта движуха, которая на самом деле, это скороварка. Вы знаете, там это все греется, 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 а сверху все закрыто, запломбировано. И все, и это может закончиться только как Чернобыль, то есть это давно разнести к чертовой бабушке. Вот, и вот, ну, началось немножко, слегка. Причем это, да, да уже шло это на самом деле, потому что воровство это идет при Путине целыми днями. Это шло воровство при Ельцине. Достаточно вам пересмотреть или посмотреть то, что там Мария Певчик опубликовала два своих фильма, которые показывали, как все, как вот они все зарабатывали эти миллиарды. Вот это в Куршевеле, значит, они сидят, это, значит, чего такое, это у нас Шале-де-Пьер, да, ну, хороший, хороший такой ресторанчик на лыжных трассах. Вот, мы там с Потанином его день рождения отмечали, когда-то там, 25 лет тому назад или 30 лет тому назад. Вот, хорошее место. Я в Куршевеле не езжу теперь вообще, потому что этот курорт испортился, и там стала просто русская деревня для вот этих богатых ублюдков. Вот, то есть, в принципе, неприличные люди перестали ездить в Куршевеле. Теперь ездят в другие места. В Швейцарию теперь ездят, в Австрию ездят, в Германию ездят, в Италию ездят. Вот, потому что там тоже есть курорты. А вот они все вот в Куршевеле ходят в этих шубах. И ужасно отражают людей, потому что это стала вот такая большая московская деревня, подмосковная Куршевель, где ходят вот эти все тетки, которых, ну, приличным словом назвать даже нельзя, да, обвешанные шубами, бриллиантами, там, вот у жены этого Иванова, там в каждом ухе было по 10 миллионов, говорили, что у него в каждом ухе танк Абрамс висит. Вот. И на самом деле у них не было, как бы сказать, у них кончилось ощущение, что взорвались, 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 потому что они это все дело еще публикуют, они еще вот, значит, двадцать свои показывали, потому что, строго говоря, знаете, это только в Швейцарии и во Франции, и вот в старых местах, где через это прошли в конце 19-го, начале 20-го века. Да, вот тогда делались миллиардеры, тогда делались миллионеры, они все перебесились, и теперь они стали такими приличными, и они не показывают свое богатство, потому что не принято это показывать. Вот только Дональд Трамп, который, ну, варишь, вот он все это там в золоте, какие-то квартиры с тоннами золота, или какие-то, значит, эти самые арабские шейхи, которые просто культурно, они вот не могут, чтобы это вот не показывать, как вот они там в золоте в этом сидят. Это вот бескультурия, когда вот эти просто люди из села какого-нибудь там выросли, получили много денег, им обязательно вот нужно вам это показать, потому что вот у приличных людей, у которых есть деньги, они сами знают, что у них есть деньги, им ничего показывать не надо. Они сами тихо, спокойно, значит, пользуются этими деньгами. Их вы никогда не найдете на никаких обложках журналов, вот они просто знают, что у них есть эти деньги, им не надо никому показывать. Кому показывать? Вот показывают те, кто были в грязи, им надо всем своим, всему своему старому окружению сказать, что они больше не в грязи, что вот все, они из грязи в князи. И вот им обязательно это нужно демонстрировать, им обязательно нужно показывать, как у них все это красиво, как они все там в золоте, как у них унитазы золотые, как у них там какие машины красивые. Это все без культуре, это все на самом деле хамло, вот хамы все, которые стали богатыми людьми и которые не знают, не понимают, что богатство, в общем, это не такое вещь, как показывать свое золото, показывать свое богатство, это как ходить без трусов, ну, грубо говоря, вот это абсолютно такая же штука. Они не понимают, они, значит, вот выходят голышом, видите, вот она почти голая вся ходит, значит, и говорит, а у меня тут, вот видите, у меня там 150 платьев, вот, и, значит, и она демонстрирует свою эту тупость. Но, на самом деле, Даша, вы знаете, я вот сейчас на моих партнерских украинских каналах и вам тоже должен был сказать, что на самом деле, слава богу, что в Российской Федерации есть эти коррупционеры и воры. Потому что вот если бы вот эта тетка не имела бы два Абрамса у себя в ушах, то на эти 20 миллионов долларов, которые у нее висят в ушах, сколько можно было бы танков Т-72, Т-90 поставить на украинский фронт, на украинский фронт. Если бы этот самый Иванов не разворовывал бы Российскую Федерацию, если бы Шойгу не разворовывал Российскую Федерацию, если бы Кадыров не разворовывал бы Российскую Федерацию, если бы все эти тетки не сидели в этом золоте, куршевели и так далее, то все эти деньги оказались бы на вашем фронте. И тогда бы эта вторая армия была бы реальной второй армией мира. И у нее было бы реальное оружие. И тогда бы у них реальный космос был бы. Если бы не было Рогозина, Борисова и Ижи с ним. Если бы не было спецстроя под командованием самого Иванова, то Космодом Восточный построили бы давным-давно. И Сарматов бы наклепали бы. И наклепали бы кинжалов настоящих. И так далее и тому подобное. То есть слава богу, что вся эта коррупция есть, потому что Российская Федерация это именно то, что не позволяет путинскому режиму Российской Федерации стать страшной страной. У них, конечно, есть ядерное оружие. И они им всех пугают. И они им всем угрожают. И самим себе угрожают, кстати. Потому что вот смотрите, вот эти тетеньки, которые в Куршевеле, если ядерная бомба взорвется где-нибудь, то никакого Куршевеля больше не будет. И все. И на этом закончится все. И Сан-Фропе всякие закончатся, и Куршевеле закончатся, и Майами закончатся, и Мальта закончатся, и Флорида закончатся, и Гавайи закончатся. Всего этого не будет. Они этого не понимают. Они все еще живут в каком-то искусственном мире, думая, что они могут и заработать деньги на войне, и вести войну, и угрожать всему миру ядерной катастрофой, и одновременно пользоваться, продолжать пользоваться всем этим делом. И, кстати, раздражают. А почему это вы санкции против нас применяете? Как же так? Мы же заработали свои миллиарды, мы же хотим ездить по всему миру, шоппингом заниматься в Лондоне, в Париже, нам, я не знаю, в Нью-Йорке, в Токио. А вы нам запрещаете туда ехать. Тетеньки и дяденьки, не надо вести войну, и будете ездить снова в Токио, в Нью-Йорк, в Париж и в Лондон. Выведите войска из Украины, выплатите репарации, выдайте всех военных преступников и снова будете туда ездить, никаких проблем нету. Мир про это очень быстро забудет. А в Украине надо радоваться, что у них есть вот этот самый коррупционерный, коррупционный слой огромный, начиная с Шойгу и самого Путина. Путин, кстати, коррупционер, самый главный коррупционер. И слава богу, что они все такие, потому что чем дольше они сидят, тем слабее Российская Федерация как страна, как держава. Их поэтому, кстати, критикуют там всякие Малафеевы, Гиркины и Дугины. Они говорят, надо за идею, надо все эти деньги на войну, надо все эти деньги в народ, а вы их разворовываете. Они их правильно. Почему посадили Гиркина? Почему убили Пригожина? Пригожина, кстати, убили точно так же, потому что он стал миллиардером и он захотел сесть на их место. Он сказал, что хватит уже Шойгу и Герасимову заниматься разворовыванием армии, я хочу сам разворовывать эту армию. Мне сейчас, в прошлом году, мне позволяли воровать только 10 миллиардов, а я хочу воровать 100 миллиардов в год. И хочу сесть на место Шойгу и воровать всю армию, разворовывать всю армию. Из-за этого его убили, потому что он сказал просто им всем, что они все воры. И слава богу, кстати, что они друг дружку убивают. Жалко, что его посадили. На самом деле, вот этому самому Тимуру Иванову Украина должна дать самый главный ваш орден. Вот я не знаю, какой у вас там самый главный орден. Ему надо дать, потому что благодаря этому Тимуру Иванову разворована полностью российская армия. И благодаря этому Украина больше двух лет ей удается сдерживать атаки Российской Федерации. Потому что если бы жена этого Иванова не носила бы свои бриллианты, то танков на вашем фронте было бы больше. Если бы Иванов не разворовал весь спецстрой, не разворовал бы все военное строительство, не рассказал бы западным странам, где находятся все ядерные объекты Российской Федерации, то Российской Федерации было бы сильнее позиция. Вот жалко, что его посадили. Кстати, вам в Украине траур надо объявлять по поводу того, что вот эта семейка, которая воров и жуликов, которая разворовала российскую армию и разваливала путинский режим, что теперь, к сожалению, посадили. К сожалению для вас, для Украины. Мне как россиянину, бывшему, потому что я, в общем, давно уже не живу в Российской Федерации, но все-таки формально там вроде остаюсь еще каким-то ее гражданином, хотя на самом деле у меня статус убеженства, то есть в принципе мне нельзя туда ездить. Для меня это, так сказать, радость, что его посадили, потому что может быть на одного кондиционера станет меньше. А для Украины это горе, потому что может быть на его место придет более эффективный человек и начнет вместо того, чтобы тратить деньги на все эти машины, на все это золото, он начнет их тратить на войну, на реальную, и там фронт укреплять, и что-нибудь в этом роде. Так что на самом деле для вас это очень плохая новость, что этого коррупционера посадили. И вот не дай бог Шойгу снимут, потому что если снимут Шойгу, тогда армия, может быть, станет тогда во главе армии, станет министр, который станет ее отстраивать, реформу какую-нибудь проведет, сделает более эффективным армию. Так что, в общем, это не самое хорошее новое, кстати, для Украины, то, что Иванова этого посадили. Сергей, тут интересен следующий факт. Иванова все медиа, благодаря огромным журналистским расследованиям, окрестили кошельком Шойгу. И тут вопрос следующий. Он более 10 лет находится в Министерстве обороны, и все прекрасно понимают, что он коррупционер. Насколько давно вышло расследование ФБК, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, это не новость. Но его арестовали именно сейчас. И вопрос тут следующий. Означает ли это давление на Шойгу? Означает ли это, что Шойгу следующий на выход? И что Шойгу просто не будет в новом правительстве? Потому что этот скандал произошел аккурат перед тем, как будет меняться российское правительство. И стоит ли за этим Николай Патрушев? Давайте вот это обсудим. Это может означать, а может ничего не означать. Потому что при Путине такое уже бывало. Когда заместительный министр сажают в тюрьму, а министр сидит и полностью занимается своим делом. Как сидел, так и сидит. Шойгу сидит, как сидел, так и сидит. Потому что если посадить Шойгу сейчас, то это признать, что путинский режим на самом деле разваливается. И у Путина, вот он почему, я думаю, что он не пойдет дальше. Потому что если снимать Шойгу, это значит, что Путин виноват. Потому что он же их всех назначал. Пока что посадили заместителя министра. А заместитель министра это подчиненный Шойгу. То есть таким образом Шойгу, его административный статус пошатнулся. Его номенклатурный статус пошатнулся. Но он сидит, потому что если убрать Шойгу, то значит виноват Путин. Ведь понимаете, Шойгу подчиненный Путина. Иванов подчиненный Шойгу. Если сажают Иванова, значит тень не на Путина, а на Шойгу. А если посадить Шойгу, значит тень падает на Путина. Потому что он его держал, он его держал много-много лет. И Путин эти штуки понимает отлично. Он никого в этом смысле не трогает. Кого Путин когда-нибудь наказал из больших людей. Вот Крокус-центр. Значит прошел теракт огромный. Значит в нормальной стране, в нормальной стране, если бы прошла такая вещь, сменили бы, ушел бы в отставку министр внутренних дел, ушел бы в отставку директора ФСО, ушел бы в отставку директора ФСБ, ушел бы и так далее и тому подобное. Когда в прошлом году, 3 мая, упало два дрона на Кремль, ушел бы в отставку комендант Кремля, ушел бы в отставку командующий ПВО Москвы, ушел бы в отставку командующий ПВО страны, ушел бы в отставку министра обороны, ушел бы в отставку еще кто-нибудь из Федеральной службы безопасности. Кто ушел у Путина в отставку? Патрушев 5 октября 1922 года приезжает в Крым, проводит совещание по безопасности Крыма. Через три дня взрыв на Керченском мосту. Патрушев три дня перед этим проводил совещание, как обеспечивать безопасность Крыму. Три дня спустя взрыв на мосту, что произошло? Ничего не произошло, никого не сняли. Патрушева сняли? Нет. Он же проводил безопасность. Три дня тому назад, вот казалось бы, если ты проводил теракт, сразу в отставку, сразу в отставку. И всех людей, которые были на этом совещании, в отставку, всех. Это в отставку, если они добросовестные люди. А если не добросовестные, в тюрьму, а пристали расстрелять сразу. Прямо вот публично расстреливают. Прямо в Севастополе выйти, и это самое, взвод расстрельный, и всех публично расстрелять. Потому что они все предатели, они все ничего не сделали. Кого Путин расстрелял? Кого Путин отправил в отставку? Кого? Где? Пригожина даже не посадили. Его убили в авиакатастрофу, потому что его нельзя было посадить. Потому что если его на суд выведешь, а он скажет, а за что вы меня судите? Мне Путин платил 10 лет незаконные деньги. Так Путина надо судить? Я только исполнитель, это он заказчик, это он организатор всего этого дела. Поэтому как они могут? Конечно, там в Кремле есть какие-то башни, которые друг к дружку постоянно подсиживают. Но за ними же, за всеми точно такие же, у них точно такие же скелеты сидят в скафу. Что вы думаете, у Патрушева меньше скелетов, что ли? Что его можно в любой момент? Вы знаете, вообще вот этот самый Тимур Иванов, он заведовал строительством и так далее. То есть он был, ну грубо говоря, Путин сменил, кстати, трех начальников интендантской службы. Службы тыла вооруженных сил, которые тоже все в ранге замминистра. Вот Суворов в свое время говорил, раз в два года вы можете брать интендантов в армию и расстреливать без суда и следствия. Просто взять и расследовать, потому что за эти два года они наворвались столько, что в любом случае они уже заслужили этот расстрел. Это говорилось еще в Российской империи при Суворове. То есть уже тогда понимали, что во время войны воруют люди столько, что там за год они могут становиться миллионерами и миллиардерами. И все это понятно в путинской России и сейчас. Другое дело, что вот на самом деле все украинские каналы сейчас, значит, в жутком совершенно ожидации. Ах, министра обороны, посадили, какое счастье, сейчас к Шойгу прибегут. И вам плакать надо, вам траур надо в Украине объявлять по поводу того, что Иванова посадили. Потому что, может быть, какого-нибудь нормального человека поставят, тогда у них будет армия работать. Она тогда будет воевать, может быть, нормально, Шойгу, может быть, снимут. Вот не дай бог. Помните, мы с вами тоже говорили, когда-то вы мне задавали вопрос, а вот не могут ли там украинские спецслужбы убить Герасимова, убить Шойгу, убить кого-нибудь из начальников, которые ведут эту войну. Я вам говорил, ни в коем случае, да ни в коем случае, чем дольше Шойгу сидит на месте министра обороны, тем менее компетентное это ведомство будет. И, кстати, Путин его хотел бы снять, но он его не может снять, потому что это значит тогда признать свою ошибку. Тогда Путина надо снимать, потому что Путин же, ведь все это организовал Путин на самом деле. И Путин, вот мы с вами опять же говорили, еще там два года назад я вам говорил, что Путину надо давать самую главную медаль, например, в НАТО. Да, потому что Путин говорил, НАТО хочет приблизиться к российским границам, но мы ему это не позволим. Путин начал войну в Украине, в результате две новые страны, Швеция и Финляндия, присоединились к НАТО. Заслуга чья? Путина. У Пентагона в этом году бюджет 915 миллиардов долларов. Заслуга чья? Путина. В этом году общие расходы в мире на вооруженные силы 2 триллиона 440 миллиардов долларов. Заслуга чья? Путина. Это все Путин делал. Путину вообще надо обвешать медалями западными за то, что он способствует развитию военно-промышленного комплекса западного, китайского, способствует усилению НАТО, способствует, я не знаю, консолидации европейской солидарности. К сожалению, все это делается за счет Украины и борьбы войны Путина в Украине. То есть, если бы не было войны Путина в Украине, то все это было бы невозможно. Но, в принципе, Путин, его задача, вот если вы будете слушать, не слушать то, что он говорит, а смотреть на результаты того, что он делает, то Путин является самым большим русофобом и разрушителем России в истории Российской Федерации. Ни один диктатор российский и ни один руководитель российский не сделал для разрушения Российской Федерации больше того, чего сделал Путин. Потому что он все разрушил, он все коррумпировал, он все разворовал. Российский народ – нищий народ, в котором есть олигархия, которая все разворовала себе, живет в этих золотых дворцах, золотых клетках. А народ нищает. И если бы этого всего не было, Российская Федерация была бы самым богатой страной в мире. И самой успешной страной в мире, потому что у нее огромная территория, у нее огромные богатства, вся таблица Менделеева, все это в огромных количествах. И если бы все это дело эффективно использовалось, то Российская Федерация была бы в два раза богаче, чем Соединенные Штаты Америки. В четыре раза богаче, чем Китай была бы. Но благодаря Путину, или из-за Путина, смотря с какой стороны смотреть, да, все это дело идет в тартарары. Путин – самый большой разрушитель Российской Федерации. И, кстати, его война в Украине – это акт суицида, это акт самоубийства, это акт разрушения Российской Федерации. Он приведет к уничтожению путинского режима. Другое дело, что, к сожалению, это делается за счет украинских жизней. Мы сейчас перейдем к еще одной теме, это уход Кадырова из поста главы Течни. Но перед этим, уважаемую аудиторию, прошу вас поставить лайк этому видео и написать в комментариях географию просмотров. Нам очень интересно, откуда вы нас смотрите. Это страны СНГ, это Европа, Америка, Ближний Восток, Израиль, Турция, Австралия, Канада. Смотрите ли вы нас через VPN или нет? Напишите в комментариях, что вы думаете об аресте зама Шойгу, будет ли Шойгу следующим, ваш взгляд в целом, поддерживаете ли вы Украину. И, конечно же, подпишитесь, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Вы видите, ссылка есть внизу экрана. Подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова. И если вы, конечно же, традиционно смотрите нас с телеканала прямой, то нажмите на название этого видео, и там будет возможность подписаться. Мы с Сергеем каждую неделю делаем аналитику, обсуждаем все актуальные события. Сергей, тут еще интересная тема. Вот я перед нашим с вами интервью смотрела «Настоящее время», где выступал главный редактор «Новой газеты Европа». Именно «Новая газета Европа» сделала масштабное расследование о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Вот фрагмент, сейчас я видео покажу. Значит, они, в принципе, сделали анализ того, что Кадыров серьезно болен. Это расследование, у него некроз поджелудочной железы. По данным расследования, с 2019 года ему приходится периодически пропадать для прохождения лечения. Когда все писали, что он в коме, он был в коме. Вот фрагмент этого расследования, где они также утверждают, что у Чечни появится скоро новый глава. Имя этого главы, давайте посмотрим в части. Он сообщил, что его соратник, и как он пишет за главными буквами «брат», командир спецназа Ахмат Аптей Алаудинов, получил должность в Министерстве обороны. Теперь Алаудинов – замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил. То есть Алаудинов теперь высокопоставленный политрук. ГВПУ – орган внутриармейской пропаганды. Он отвечает за то, чтобы военные всецело разделяли генеральную линию партии. Это знак доверия к Алаудинову со стороны Кремля. Из командира одного из подразделений в Кадыровской гвардии Алаудинов превращается в высокопоставленного федерального военного. И вопрос в том, зачем? Что это значит и что из этого следует? Алаудинов – действительно политрук, пропагандист. С начала войны он не вылезает с центральных телеканалов, докладывая об успехах спецназа Ахмат и российской армии в целом. На хорошем счету у Путина. С августа 22-го года – герой России. А после взятия Бахмута в конце мая 23-го года Путин ему звонил лично. Это тоже был пиар Путина. Верховный вождь лично контролирует ситуацию на фронте, на дружеской ноге, с командирами на передовой. В эти дни командир спецназа Ахмат тоже принял неожиданный звонок от Путина. У меня такое ощущение было, что мы как будто всю жизнь, как будто жили, скажем так, рядом и всю жизнь общались. Вот такое ощущение. В этот момент у Путина уже очень остро стоит проблема с Евгением Пригожиным и его Вагнером. И он эту проблему, ну, как бы компенсирует звонком Алаудинову. Видите, вот еще один ЧВК, еще одна его личная армия, она лояльна и всем довольна. А на следующий день после этого телефонного разговора Алаудинов, вслед за другими соратниками Кадырова, Телемхановым и Даудовым, уже отчитывает Пригожина за непослушность и критику. И почти очевидно, что это был не последний звонок Путина Алаудинову. Алаудинов не случайно сначала стал зарабатывать очки на путинской войне, а затем стал на этой войне лицом Кадыровской Чечни. После того, как таким лицом перестал быть сам Рамзан Кадыров. Если коротко, то новая газета Европы утверждает, что вот он новый глава Чечни, Алаудинов, и он за именем Рамзана Кадырова, и Кремль сделал на него ставку. И это будет конец клана Кадырова. Я сегодня процитировала главного редактора новой газеты Европы, который так и сказал, что в принципе Кремль принял решение, что Кадыров уходит и клан его отстранен. Новый глава, вот они вот сейчас его проходят кастинг и практически остановились. Как вы относитесь к этому расследованию, ну и в принципе к заявлениям главного редактора новой газеты Европы, который публично это все артикулирует? Ну что, ну да, что-то там у них, там подвижки какие-то есть, потому что понятно, что Кадыров, у него есть проблемы со здоровьем. Не такие страшные, как он может показаться. У него точно нет рака, потому что если бы он проходил химию там или что-нибудь радио, у него вылезли все волосы, у него свои волосы есть, так что у него в этом смысле все нормально. Да, у него, конечно, там какая-то, накачивают его стероидами какими-то, и у него есть какое-то воспаление в организме, судя по всему, вот купируют, пытаются купировать это воспаление. Ничего-то, может, там ему подрезают время от времени. Ну вот, готовят этого нового чеченца, это действительно повышение, это действительно значимая вещь, потому что приехать из Чечни в федеральный центр и стать там большим генералом, это всегда почетно для пастуха, который ходит там где-то там с овцами в гора в Чечне. Вот, дальше вопрос просто в другом. А какая нам разница? Вот строго говоря, нам какая разница? Ну, уйдет клан Кадырова и придет клан Алаудзинова. И что дальше? Вот для нас что-нибудь изменится в этом смысле? Это у них там в Чечне изменится. То есть, грубо говоря, один клан заменит другой и станет делить то федеральное бабло, которое посылается в Чечню. Значит, все родственники Кадырова потихонечку либо уйдут, либо сядут, либо лишат своих богатств. И все родственники Алаудзинова станут теперь новыми хозяями в Чечне. Для нас какая разница? Какая нам разница между одним эмиром и другим эмиром? Это у них там внутри один паук заменит другого паука. И что дальше для нас-то? Никакой разницы для нас нет. И вот меня удивляют иногда такие вещи. Вот все каналы сейчас обсасывают это. Ах, Кадыров уходит. Да и слава богу, что он уходит. Ну, ради бога. Ну, придет Алаудзинов. И новый, поскольку он еще не наворовал столько, сколько Кадыров, он будет воровать теперь из этого федерального бюджета столько, сколько воровал Кадыров. Разворовывать федеральный бюджет. Опять же, для нас это хорошо, потому что эти деньги могли бы уйти на войну. Вот они уйдут в карман Алаудзинова и его родственников. Вот слава богу, что это так все делают. Для Украины это все замечательно. Чем больше воровства и чем больше коррупции в Российской Федерации, чем чаще меняются эти кланы. И таким образом им надо новым ворам, надо снова воровать и снова отбирать эти деньги, которые могли бы пойти на войну, тем для Украины лучше. Вот для россиян это хуже для страны. Потому что все эти деньги, вместо того, чтобы вкладываться в инфраструктуру, в людей, в социалку какую-нибудь, в развитие экономики, они все будут уходить опять в дворцы, в машины этого нового клана, который придет на смену Кадыровскому. А для нас никакой разницы нет абсолютно. Так что это, в общем, ну ни о чем как бы разговор. Ну да, у Кадырова там, я не знаю, там плохое здоровье, ну замечательно. Это разговор для семьи Кадырова. Вот клан Кадырова сейчас сидит и думает, ё-моё, что там будет? Вот если, не дай бог, там папашку снимут, то всех нас же снимут, потому что там же все так. Вот если убирают главу клана, то все. И если этот клан не остается, вот другой, а он не останется, судя по всему, потому что там, хотя Кадыров всех назначил уже на значимые должности, у него там сестра министр культуры и вице-премьер, её муж министр и вице-премьер, значит, его сыновья уже там заместители министра и начальники его охраны, но они все молодые, значит, женщины вообще в этом обществе ничего не значат, вот, а мужики все в его семье молодые слишком, чтобы они даже по конституции Чечни не могут встать на его место. И поэтому придёт кто-то другой, а если придёт другой, то он постепенно уберёт этот клан Кадырова и поставит свой собственный клан. Вот что происходит, ничего другого не происходит, это война в банке пауков, я не понимаю, почему по этому поводу все люди, я не знаю, там, радуются как-то и там дрожат все, ах, Кадырова с ним, и что дальше? Ну, Кадырова с ним, вот, придёт Алаудинов, и клан Алаудинова будет заниматься абсолютно тем же самым, чем занимался Кадыров до этого. Уважаемая аудитория, это финал, спасибо, что вы были с нами, ещё раз просим вас, для вас это всего лишь одно действие, поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Сергея Жирнова, и, конечно же, напишите комментарий, географию просмотров, откуда вы нас смотрите, поддерживаете ли вы Украину, ваш взгляд из ситуации в целом, мы будем вам очень признательны, ещё раз говорю, то, что вы ставите лайк, пишите комментарии, и подписывайтесь, означает, что вы на стороне света, в этом противостоянии с Мордором, мы ведём свою информационную войну, работаем на широкой аудитории по всему миру, и поэтому нам очень необходима ваша поддержка, вместе мы сила и нас больше. Сергей Жирнов, бывший сотрудник АГБ внешней разведки, как всегда, остро, как всегда, троллинг, вот, спасибо вам, Сергей, и надеюсь, что до скорых встреч на следующей неделе. Спасибо.